В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В общественной приемной партии «Единая Россия» провели встречу с жителями по вопросам благоустройства. Можно ли как-то благоустроить территорию Теречевского пруда? Жители поселка Володарского смогли привиться от коронавируса в мобильном медицинском пункте. Мы не боимся, но необходимо, чтобы не болеть. Все-таки дети. Страшно. Потом последствия. Урок мужества, посвященный нашему земляку, ветерану Николаю Алексееву, прошел в историко-культурном центре. Я удивительным твердым духом человек. В общественной приемной партии «Единая Россия» еженедельно проходят встречи с жителями округа. Каждый прием посвящен определенной тематике – ЖКХ, дороге, медицина, вода и теплоснабжения, работа общественного транспорта. В этот раз разбирали вопросы благоустройства. Что волнует жителей городского округа, узнал Максим Козлов. Главный плюс таких встреч – посетители могут получить ответ на волнующий вопрос прямо здесь, в приемной партии «Единая Россия». Без подачи многочисленных запросов и ожидания ответов. Как показывает практика, большинство проблем, с которыми сталкиваются местные жители, находят свое решение. У меня такой вопрос. Можно ли как-то благоустроить территорию Тречевского пруда? Несколько месяцев назад в Московской области проходил конкурс на благоустройство близлежащих территорий. И конкретно вот эта территория, конкретно вот этот пруд выиграл. Это будет именно зона рекреации, прогулочная. С проектом, в принципе, можно было ознакомиться на сайте. Жительница поселка Петровская Светлана Львова пришла на прием с серьезной проблемой. Через жилую зону, где находится ее дом, постоянно курсирует большегрузный транспорт. Светлана понимает, что на решение подобных вопросов необходимо время, но она уверена, что ей и ее соседям помогут. Диалог конструктивный получился. Мы пообещали помочь. Я думаю, все помогут. Время просто определенное надо, потому что знаю, как это все происходит. Чтобы дать людям максимально полные консультации и оперативно ответить на тот или иной вопрос, на встрече присутствовали депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Артем Грудинин и член Полицовета местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Извеков. Любой вопрос, в принципе, можно решить. Поэтому стараемся, представители власти, депутатский корпус, вместе все работаем и пытаемся найти решение и помочь людям, конечно, всегда. Актуальность таких приемов очевидна. За год в общественную приемную приходит более 300 человек. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Прививочная кампания в Ленинском городском округе набирает обороты. Помимо учреждений здравоохранения и многочисленных точек вакцинации в торговых центрах, где можно обезопасить себя от коронавируса, мобильные бригады выезжают в поселение. До днях сделать прививку смогли жители поселка Володарского. Мобильный пункт в поселке Володарского на час расположился у дома 25 по центральной улице. Здесь местные жители могли сделать прививку от коронавируса быстро и без записи. После прививки может быть небольшое повышение температуры, болезнь с мести инъекции. Температуру сбиваем парацетамол, норафен. То есть, если вы себя чувствуете плохо, допустим, если 37,5. Галина Георгиевна Котельникова живет неподалеку и, как только узнала о приезде мобильной бригады, поспешила на прививку. Все привились, и внуки тоже, в том числе. Но я сначала думала, что мне не надо, а потом все привились, и я привилась. И потом в сентябре я собираюсь съездить на море. А, и чтобы спокойно отбираться? Спокойно, да. Анна Родионова тоже решила привиться перед отпуском. Скоро, говорит, ей выходить на работу из декрета. Контактов прибавится, а рисковать своим здоровьем молодой маме не хочется. Мы не боимся, но необходимо, чтобы не болеть. Все-таки дети. Ну, страшно. Потом последствия. Увы, не всем в этот день удалось вакцинироваться. Очень хотела. Очень долго решалась. Вот. Ничего не получилось. Почему? 37,4 температура. Что сказать? Подождать, посмотреть, да? Да, да. Понаблюдать за собой день-два и потом приходить так же. Светлана Игнатова считает, что просто перегрелась на солнце, пока ожидала своей очереди. Но правило есть правило. Прошло сегодня 13 человек, но было три медотвода. То есть при обследовании пациента мы выявили, что у них повышенная температура, что является медицинским отводом. Порекомендовали им недельку за собой понаблюдать. Если температура у них будет в пределах нормы, они могут вакцинироваться в стационарном пункте вакцинации в Молоково. Все 13 жителей поселка приявились первым в компонентах вакцины «Спутник Ви». Вторую прививку они смогут сделать 28 июля с 12 до 13 часов по тому же адресу. Впрочем, в мобильном пункте будут ждать и тех, кто только решился на вакцинацию. У медиков будет оба компонента гам-ковид-вака. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. День семьи, любви и верности отметили в Центральной библиотеке. Участников праздника ждала насыщенная программа. В нее вошли задачи на логику, концерт и даже физические нагрузки. Как это было, расскажет Александра Столярова. День семьи, любви и верности по всей России отмечают не так давно. Однако за последние 14 лет этот праздник успел полюбиться многим. В Центральной библиотеке этому событию посвятили большую развлекательную программу. Главными участниками стали юные читатели. С собой они привели бабушек и мам, тех, кто в будний день оказался дома. Такие праздники имеют место быть и должны быть, когда семья объединяется. И вместе они проходят те же викторины, те же с детками взаимодействия по рисункам. Сейчас вот эстафета будет, там, конечно, нужны были нам папы. Но нет, выкрутимся без пап, мальчики выручат мам. В общем, это для укрепления, конечно же, семейных ценностей. Семьи праздники такие должны быть. Концерт, посвященный празднику, стал вторым в копилке клуба «Дорога в жизнь». Пока ребята только познают театральное и музыкальное искусство. Одна из участниц программы, Анастасия Моисеева, призналась, что поет она часто, но обычно для себя. Поэтому на сцену выходить было волнительно. Я жутко переживала, конечно. Но спела я хорошо, более-менее. После концерта гостей праздника ждала увлекательная викторина. Ребята вместе с родственниками по картинкам угадывали знаменитые песни. Во время всего мероприятия проходил конкурс рисунков на тему «Моя семья». Победила, конечно же, дружба. Судьи согласились, что в каждую из работ участники вложили большее, нежели просто свой художественный талант. Моя семья замечательная, потому что мы дружные, мы всегда куда-то ходим. Почти все вместе. И я их очень сильно люблю, ценю. Завершился праздник по-спортивному. Гостей позвали на улицу, где их ждали веселые старты. Ребята разделились на команды и побежали на перегонки, заливаясь смехом. Праздничное настроение на день для всей семьи было обеспечено. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Разнообразные познавательные программы предлагают подрастающему поколению историко-культурный центр Ленинского городского округа. Для воспитанников детских садов и учащихся школ проводят мероприятия краеведческой направленности. На урок мужества, посвященный нашему земляку, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Алексееву, пригласили ребят из прогимназии, рассказывает наш корреспондент Галина Житкова. В Ленинском городском округе Николай Григорьевич Алексеев. Личность легендарная. Ветеран Великой Отечественной войны, гвардия, старшина первой статьи, майор милиции. Много и с большим удовольствием работал с детьми и молодежью. Благодаря его инициативе призывники муниципалитета начали служить на эсминце гремящей. У него была такая обаятельная улыбка. Он невысокого роста, худощавый, но очень крепкий, удивительный твердый духом человек. Потомки Алексеева, которому в минувшем году исполнилось бы сто лет, подарили историко-культурному центру форминку Николая Григорьевича. Именно этот предмет одежды стал отправной точкой для урока мужества. Через экспонат ребятам рассказали об истории флота и ключевых терминах в словаре моряка. Мне понравилось то, что все моряки в таких стильняшках ходят. Это такая одежда морячная. А моряки, они кто? Они где служат-то? В армии. Воспитанники подготовительной к школе-группе про гимназии с большим удовольствием выслушали познавательную информацию и даже блистали своей эрудицией. Ребята точно знают, как отличить тельняшки пограничника и работника МЧС. Но особый восторг у мальчишек и девчонок вызвала выставка предметов морского флота, которые можно было потрогать. Ты бы хотел быть моряком? Расскажи мне. Да. Я хотел быть, как мой папа. Папа служил на подводной лодке. Виртуальное путешествие по истории флота совершенно точно останется в памяти дошколят. И, возможно, спустя десятилетия кто-то из них с теплоты вспомнит, что благодаря именно этому уроку он стал морским офицером и ничуть об этом не жалеет. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!